Всем привет, ребят! С вами Дарья. И сегодня мы снова будем говорить с вами о работе. Мы будем говорить о банковском деле, какие люди там работают, что они там делают, какими качествами нужно обладать, сколько они зарабатывают, какие плюсы и минусы в данной работе. Я проработала в банке полгода, и мне есть чем с вами поделиться. Погнали! Итак, давайте начнем с того, что банковское дело – это все, что связано с банками, с банковскими операциями. Это кредиты, это вклады, это работы по банковским картам, это денежные переводы, это оплата коммунальных услуг, ну, платежи населения различного характера. В общем-то, очень-очень обширный спектр банковских операций существует. И, конечно, нужно обладать огромным багажом знаний, чтобы работать в банке. Кого вообще берут в банковскую сферу? В банковскую сферу берут работников, конечно, уже имеющих опыт в банковской сфере, берут выпускников колледжей банковских, берут выпускников университетов банковского дела, также берут выпускников экономических отделений и также берут людей, которые прошли специализированные банковские курсы, прошли практику в банке, они уже готовы приступить к работе, они знают уже все нюансы по теории, ну, и некоторые нюансы в практике. И в целом эти люди грамотны в данной сфере. Какие качества должны быть в банковском сотруднике? Это прежде всего грамотность знания своего дела, это прежде всего умение хорошо считать, то есть математику человек хорошо должен знать. Этот человек должен обладать грамотным правописанием, потому что он будет заполнять большое количество документов. Этот человек должен быть ответственным, честным, потому что если человек не честен, его вполне могут уволить за некоторые махинации. И вообще в банке большие штрафы за какие-либо ошибки, за какие-либо мошенничества. И я не советую идти людям в банк, если они что-то такое помышляют. Также банковский сотрудник очень сильно должен любить людей. Это все-таки работа в услугах, не все могут работать с людьми, не всем нравится работать с людьми. Это очень тяжело. Люди попадаются совершенно разные. Бывают очень милые, от которых тебе хочется порхать в небеса. Другие люди просто вносят тебе мозги, просто жалобу на тебя пишут. Просто все, что угодно может быть. Другие люди будут говорить, что ты обязан просто выполнять их любые пожелания, любые требования. Что, почему, да как. Нужно в банке быть готовым ко всему, скажем так. Банковскому работнику нужно быть дружелюбным, но также быть вежливым, улыбаться, быть опрятно одетым, приятно пахнуть. Ну, в принципе, это как у всех, мне кажется. Вот, в принципе, и все. Основные качества банковского работника я вам описала. Далее. Что у нас с людьми? Какие вообще люди работают в банках? Как я поняла по моим наблюдениям, в банке люди работают достаточно серьезные, достаточно скромные в большинстве случаев, вежливые. И скажу, что всегда люди в банках мне улыбаются. Мне кажется, вот это люди вот прям с конкретным серьезным подходом к жизни. Они знают, чего хотят, они знают, сколько они заработают, они знают свое дело, они умеют обслуживать людей на высшем уровне. Ну, в принципе, эта профессия и предполагает серьезный подход к жизни, потому что я бы, наверное, не смогла верить банковскому сотруднику, который бы легкомысленно как-то себя вел со мной, шутил, подкалывал меня, либо что-то не знал, либо опаздывал на работу. Это, кстати, неприемлемо в банковской сфере – опаздывать вообще. Никогда в жизни не опаздывайте. Это того не стоит. В общем-то, да. Если вы зайдете в банк, вы увидите человека, который будет в белой рубашке, в темных брюках, либо в темной юбке, в туфельках определенных, либо в ботиночках с собранными волосами, аккуратненько накрашено, если это женщина. Если это мужчина, конечно, ну, идеально выбритый, приятно пахнущий мужчина, который будет, соответственно, одет тоже белый верх, темный низ, либо в какой-то костюм, ну, либо с пиджачком, что-то вроде этого. В принципе, мы все это знаем. Но на всякий случай повторяем. То есть, если вы захотите работать в банке, вам нужно быть готовым к тому, что все время придется носить официальный стиль, а это также не всем подходит. Хочется иногда одеть красивый красный бюстгальтер под белую блузку, но, к сожалению, за такое могут и отправить домой, и сказать переодеваться. Да, у меня и такое было. Да, я веселый очень человек. Но не стоит так делать, я не советую. Это вызовет дополнительные подозрительные взгляды на вас. Сколько вообще получают банковские работники в среднем? Вообще банковская сфера – это хорошо оплачиваемая сфера. В основном зарплаты, я думаю, колеблется от 20 тысяч и вообще высоко-высоко. Даже не знаю потолок, если честно. Но предполагаю, что потолок – это где-то, ну, тысяч восемь, десять, сто. Потому что у банковского работника всегда есть карьерная лестница, всегда кто-то будет уходить в декрет, всегда кто-то будет уходить куда-то в другое место, всегда кто-то будет расти. И поэтому всегда нужно быть готовым к развитию, к повышению зарплаты, к повышению знаний, потому что ваш коллектив может смениться. И, конечно, в этом есть большой плюс – то, что возможности зарплаты твоей безграничны. Также мне хочется отметить, что практически во всех банках есть постоянство. То есть зарплату вам будут всегда оплатить вовремя. Вы всегда сможете выйти в декрет нормально. Вам будут платить нормальные декретные. И на ваше место никого, скорее всего, не возьмут. Потому что у вас будет нормальный оплачиваемый отпуск. У вас будут нормальные праздничные выходные, как у всех. И не каждая организация может таким похвастаться. Так-то да. Из минусов могу отметить то, что это всё-таки рутинная работа. В особенности, если вы пойдёте в сферу документов. Ну, просто каждый выбирает то, что ему нравится. Если вы работаете с людьми, конечно, вы будете выполнять рутинную работу, но при этом вам будут всегда попадаться разные люди. А это очень интересно, на самом деле, общаться с людьми. Потому что узнаёшь очень много нового. И открываешь себе очень разные психологические стороны характера. Про работу в коллективе. Коллектив в банке своеобразный. Потому что, как я уже говорила, у большинства людей серьёзный подход к жизни. И так же серьёзно они будут относиться и к вам, и к тому, что вы делаете, к тому, как вы выглядите, к тому, как вы разговариваете. В общем-то, все за всем будут следить. Это немножечко напряжённо. Да, может быть, я не права в каких-то банках. Дружелюбная атмосфера, всё замечательно. Все коллеги друг друга поддерживают. В общем, всё прекрасно. Но в большинстве случаев мне кажется, что серьёзный подход действует. И, возможно, такая система, что кто-то на кого-то жалуется. Ну, не знаю. Просто вот, ну, как бы, везде свои плюсы и минусы, опять же. В банке в чём плюс? В том, что там работают как мужчины, так и женщины. И это немножко разбавляет атмосферу. В плане того, что как-то, когда работают и мужчина, и женщина, в коллективе хорошая атмосфера. В общем, если так просто говорить. Также в банках есть различные системы премирования. То есть, допустим, некоторым дают премию ежегодную под Новый год. Некоторым дают ежеквартальные премии. И это такой очень приятнейший бонус на самом деле. Тем, кто любит деньги, это прям за милую душу. Итак, ребят, давайте подытожим. В банке всё-таки больше плюсов, чем минусов. Это хорошая сфера для работы. Эта сфера учит серьёзности, учит ответственности, учит саморазвитию, даёт тебе различные перспективы. Также ещё один из плюсов банка – это то, что вам могут дать льготный процент по ипотеке. Не везде, но всё-таки в некоторых банках есть данная система. В банке вы наберётесь опыта по банковской сфере. Можете познакомиться с влиятельными личностями. Можете добиться успеха в плане того, что стать директором банка, либо управляющим офисом банка. В том, что вы найдёте себе, скорее всего, новых друзей, новые знакомства. Каждый день будете испытывать новые впечатления, если будете работать в услугах. Так что я вам могу только посоветовать поработать в банке и получить свои собственные эмоции. Я отношусь к банку очень положительно. Банк всегда в моём сердце. Но всё-таки я для себя определила, что мне больше подходит сфера продаж, сфера работы с людьми, потому что, ну, работа в банке для меня слегка скучновата. Меня немножко напрягает рутина. Мне всегда хочется чего-то нового. Вот, в принципе, так. Спасибо, ребят, за внимание. Всем большой удачи. Всем удачи в работе по банковской сфере. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok